Бильярд на Мозорском нефтепроводочном заводе всегда пользовался большим уважением. Можно даже сказать, любовью. И не было сезона, когда бы эта игра, вид спорта, да что там, образ жизни, не был представлен в программе круглогодичной спартакяды предприятия. Так было и в этом году. Было в календарном плане, который скорректировала пандемия. И вместо тура многоэтапного состязания соревнований превратились в самые достаточные турниры личное перенество, как это было 21 ноября в Сити-центре, который принимал личное перенество по русскому бильярду, именуемая свободная пирамида. Сегодня у нас проходит перенество завода по бильярду в личном зачете. Он проходит на призы первичной профсоюзной организации нашего завода. Приняло участие у нас сейчас 24 человека. Проводим мы его по олимпийской системе с трех партий до двух побед. Что хотелось сказать, практически не совсем удалось нам собрать всех сильнейших, но у нас на заводе бильярд пользуется хорошим спросом. Так что люди есть, которые достойны поборются за призы. Красивые призы первичной профсоюзной организации Белхим профсоюза, конечно, манили. Но еще и сам факт игры в хорошей компании радовал участников. Некоторые из них дебютировали на состязании подобного города. Первый раз принимаю участие в турнире. Готовился к турниру. Игра была тяжелая. Соперник был очень тяжелый. Как бы мне повезло в игру. Если Виталий, представитель трамвайного управления, впервые принял участие в турнире, то его оппонент по одной из решающей стадий розыгрыша Виктор Павлович Гаев – уже опытный турнирный боец, ветеран производства. И его мотив – выступление на данном соревновании. Мой мотив – победить самого себя. Прихожу не первый раз. В прошлом году был турнир, я тоже участвовал. Программа максимум была выйти во второй тур, но я вышел даже в третий в прошлом году. Поэтому я с собой был доволен. Я думаю, всегда есть сильные игроки, любители, фанатики бильярда. Как в любом виде искусства, спорта, профессии. Если ты не будешь фанатиком своего дела, ты ничего не добьешься. То же самое и здесь. Соперник был сильный, но психологически немножко сломался. Ну, вроде бы мы шли, как говорится, как две лошади, холка в холку, но чуть-чуть на финише я его переделал. Стоит отметить, что игра шла до двух побед одного из участников. И после стартово-отборочного раунда определились 12 человек, которые в очных спорах выявили уже шестерых бильярдистов, продолжавших борьбу за главный приз. Это знакомый нам Виталий Артамонов, 22-й цех, Игорь Белый, цех номер 14, Алексей Барановский, 12-й цех, сам начальник трамвайного управления Петр Васильевич Хилько, Александр Старовойтов, ремонтно-механическое производство и представитель 10-го цеха Андрей Нагорный. Последний отборочный раунд определил трио финалистов. Они в состязании в круг разыграли медали этого захватывающего первенства. Первое место осталось за Игорем Белым, который со счетом 2-1 обыграл Алексея Барановского, со счетом 2-0 Андрея Нагорного, а тот завоевал серебро, так как в очном споре с Барановским Нагорный оказался сильней, и пусть с минимальным преимуществом 2-1, но все же завоевал звание вице-чемпион. Алексей Барановский таким образом третий. И поздравляя лауреатов, выражая уважение участникам, поблагодарим организаторов этого прекрасного турнира «Свободная пирамида», коллектив физической культуры и первичную профсоюзную организацию «Белхимпрофсоюза», открытое вакцинированное общество «Мозорский нефтеперабатывающий завод». Продолжение следует...